Шарапова и Радваньска сойдутся в матче Кубка Федерации, газета «Ре-спорт». Анастасия Богданова в выходные в польском Кракове состоится первый раунд Кубка Федерации по теннису. Сборная России, входящая в элитную группу, сыграет против польской команды. Причем в составе коллективов будут выступать лучшие теннисистки своих стран, Мария Шарапова и Огнишка Радваньска. Женская сборная России по теннису, входящая в число восьми команд элитной группы, начнет Кубок Федерации с четвертьфинального матча против Польши. Это будет их первая встреча в истории, и обе стороны ожидают очень напряженного противостояния. Однако у поляков будет хорошая поддержка со стороны местных болельщиков, известных своим буйным нравом. Кроме того, им пойдет в плюс хардовое покрытие, которое по правилам соревнований организаторы могли выбрать сами. Шарапова вторая. Пока Макарова скачет вверх по итогам открытого чемпионата Австралии на Вак Джакович и Серена Уильямс сохранили звание первых ракеток мира. Мария Шарапова осталась второй В. В окончательный состав сборной России на четвертьфинальный матч были заявлены сильнейшие теннисистки России, вторая ракетка мира Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, а также молодая Виталия Дьяченко, хорошо проявившая себя на Кубке Кремля. Интересно, что Мария Шарапова последний раз принимала участие в этом турнире в 2012 году. В Польшу она приехала сразу из Мельбурна после окончания Australian Open, где в финале она проиграла первой ракетке мира американки Сирене Уильямс. Несмотря на тяжелый турнир и сложный перелет, Мария Шарапова сообщила, что к субботе успеет восстановиться. Перелет был очень тяжелый, но играть предстоит только в субботу, и я буду к этому готова, приводит слова теннисистки AirSport. «Пару дней после финала я уже отдохнула и ментально, и физически, сегодня провела здесь первую тренировку. Кроме того, теннисистка отметила, что в матче первого круга ожидает враждебной обстановки на стадионе. Я помню, как играла в Кубке Федерации в Израиле, это были очень эмоциональные и тяжелые матчи», – заявила Шарапова. «Здесь, думаю, будет то же самое. 15 тысяч зрителей будут болеть против нас. Мы к этому готовы, есть опыт игры в таких условиях, я точно буду готова к этому». Неожиданным стало отсутствие в составе сборной Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые в прошлом году отлично проявили себя, сохранив для России место в элитной группе. Кроме того, они являются победителями Кубка Федерации 2008 года, когда российская команда в последний раз становилась чемпионом этого турнира. Капитан команды Анастасия Маскина, основная функция которой заключается в определении состава сборной, объяснила, что отсутствие Весниной и Макаровой связано с тем, что они выступают на Кубке Федерации практически каждый год и для того, чтобы получить право участвовать в Олимпиаде, им осталось сыграть по одному матчу. А молодым теннисисткам, таким как, например, Виталия Дьяченко, вызванная в сборную четвертым номером, за него еще нужно бороться. Кроме того, Елену еще немного беспокоит травма плеча. Заколдованная серена россиянка Мария Шарапова в напряженной борьбе проиграла в финале теннисного Australian Open первой ракетки мира «Сиреню Уильямс» из США. Газета. Ру. Фоторепортаж. 21. В сборную Польши вошли восьмая ракетка мира «Огнешка Радваньска», ее сестра Урсула Радваньска, Алисия Рассольская и Клаудия Янси-Гначек. Лидер сборной Польши «Огнешка Радваньска» отметила, что сборная России может составить ее команде серьезную конкуренцию. Противостоять сборной России будет непросто, учитывая, что Мария примет участие в матче. Однако мы рады, что игра пройдет дома. Это большое событие, и зрителей будет очень много, так как теннис становится все более популярным, приводит слова Радваньска и официальный сайт турнира. В случае победы россиянок в полуфинале они сыграют с победителем противостояния Германии и Австралии. Также за титул чемпионов поборются еще две пары – Канада, Чехия, Италия, Франция. Напомним, что в прошлом году сборная России едва не лишилась места в элитной группе, проиграв первом раунде Австралии. Но затем в плей-офф мировой группы им удалось отыграться и вернуться на свое прежнее место. А в 2013 году в финале Россия потерпела крупное поражение от Италии. Всего на счет у россиянок четыре победы в Кубке Федерации, которые приходятся на 2004, 2005, 2007 и 2008 годы. Мария Шарапова в преддверии турнира отметила, что хардовое покрытие на Краков-арене, где пройдут матчи, было выбрано с учетом интересов польской команды. «Корт здесь довольно медленный, он точно устраивает Польшу, но это ничего удивительного, принимающая сторона выбирает», – сказала Шарапова на пресс-конференции. «Я играла на разных покрытиях с лидером польской команды Агнешкой Радваньской, арена будет забита до отказа, как я слышала. Думаю, мы будем играть в отличной атмосфере». Кроме того, вторая ракетка мира выразила недовольство тем, что Кубок Федерации проходит в неудобное время, сразу после. Этот факт существенно сокращает количество участвующих в этом турнире ведущих игроков мира. Навак взял пять серб. Навак Джакович в пятый раз в своей карьере стал победителем. Australian Open, победив в решающем поединке британца Энди Мария. «Мне нравится атмосфера Кубка Федерации, но тот, кто делает календарь этого турнира, об игроках точно не думает», – подчеркнула Мария. «Не знаю, кому пришло в голову проводить Федкап после турниров Большого Шлема. Если бы Кубок Федерации проходил, например, раз в два года, в нем бы участвовали намного больше ведущих игроков». О буйном нраве польских болельщиков высказалась не только Мария Шарапова, но и Анастасия Павлюченкова. «Я слышала от наших волейболистов рассказы о польских фанатах», – передает слова Павлюченкова AirSport. «Им приходилось быть под охраной 24 часа в сутки. Так что я с нетерпением жду момента, когда сама этих фанатов увижу и услышу». В субботу, первый день турнира, состоится два одиночных матча между первыми и вторыми ракетками сборных России и Польши. В воскресенье пройдет три игры. Первой сразятся сильнейшие теннисистки команд, во второй – вторые ракетки, а в третьей встретятся пары. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса. Читайте также.